Группа крови Пожелай мне удачи! Пожелай мне удачи! Приветствую вас, любители мажорных патчей! Сегодня мы поговорим о последнем обновлении в игре War Thunder Танец Драконов. Что это вообще было? Для кого этот патч? Почему его называли мажорным? И какая техника оказалась самой интересной? Я выписал и протестил каждую машину этого обновления, отдельно посчитал наземную технику, флот, авиацию и отдельно посчитал клоны. И тут я вспомнил, что буквально две недели назад некоторые блогеры, да и даже подписчики под постами ТГ и ВК писали, что... Ой, понятно, патч про китайцев продали из-за мисс Кариса и кошка-жена. Да, но давайте не будем забегать вперед, а быстро и содержательно пройдемся по каждой нации. Итак, начнем по порядку. Среди пяти введенных машин уникальной, да и то с натяжечкой, я назову Т1Е1 с 90-мм пушкой. По сути, это М6А1, но с увеличенной огневой мощью. Машинка интересная, опасная, поэтому однозначно качать. Далее, А10 на 12-0 в ТРБ. Ребятки, вы что там курите? Это же просто доставщик фрагов. А F111 немного лучше за счет того, что быстро летает. А V8, ну, у меня к ним личная неприязнь, харьки не суслики, поэтому я их особо не жалую. Как по мне, машина так себе быстро перегревается и теряет скорость, в итоге становится легким фрагом. Ну и линкор Теннесси, не знаю, чем отличается от Аризоны, но, наверное, уникальный. Далее, Германия. Тут все вообще как-то жиденько. Добавили пуму со спайком. Ну, то есть, пума кусок говна плюс спайк кусок говна. В итоге качаешь ради куска... Я не знаю, зачем это качать. Ну, в общем, вот на пожалуйста. Для тебя вот старались. Далее, P16. Это имба патча, ответственно заявляя, что из минусов только цена прям пакета и отсутствие нормальной ленты для курсового вооружения. Самолет настолько сильный, что даже стример в первом же бою набил практически ядерку, сделав 13 фрагов. Жалко, команда дебилов селась и не дала закончить начатое. А еще прислали смс какому-то Дерфингеру. Советом дали примерно так же, как и германцам. Шилка... Никто не просил, но ладно. Су-24М. Великий, ужасный и опоздавший. О нем сейчас все говорят, так что я уверен, что ты знаешь все его ЛТХ наизусть и повторяешь как мантру перед сном. Ну и, конечно же, корабль. Да, куда же без этого. Далее, чисто поржать, видимо, добавили еще одну прокачиваемую зенитку на 10.0. На хрена, если есть там нормальная зенитка ХВМ со стресс-триками под сетап 10.3 к челленджеру DS и Бришме, непонятно. Но, видимо, изображают активный вид деятельности, поэтому сделали. Вот, пожалуйста. Ф-111. Ты можешь подумать, что, ой, ну это точно клон. Нет, это хуже. Потому что у американцев на две точки подвесов больше. А так как для кабов тебе нужен контейнер целеуказания, пушку ты взять не сможешь. По сути, получается такой безобидный симулятор бомбовоза. Ну и вот такой катер дарит. Не знаю, их всем дают. Традиция, что ли, такая? Японию же в этот раз обидели больше всего. Дали абсолютно неинтересную полковую колесную хероту с бушмастером. Вот скажите, пацаны, кто ради этой машины хочет вступать в какие-то подозрительные полки, играть с какими-то тебе неизвестными личностями три месяца подряд? А вдруг у них анальные оргии по четвергам и полковые только на топ-тире? В общем, сам решай, нужно ли тебе это. А далее рыбацкая лодка ПТ-802 и линкор Амаги Нагасаки, из которого я даже выстрелил пару раз, потому что задонатили. Ну, прикольно. Китай! Ну, давайте признаем, что все-таки качественно улитка навалила за Китай больше всего. А именно четыре очень хорошие машины. Это Альк Халит, Антилопа, J10 и JF-17. Для себя выделю лишь полковой JF-17, потому что мне очень понравились его планирующие бомбы с глонасноведением, которые позволяют выковыривать на большой дистанции всяких респовых дрочил на панцире. Следом Италия. Им в этот раз тоже не очень повезло. Дали торнадо. Ого! И лоуранговую лодочку. Так что итальяноводцы обязательно отпишитесь в комментариях, как закончите праздновать. А побеждает в сегодняшнем марафоне по количеству введенной техники. Угадайте, кто? В танковой игре, которая изначально была самолетной, побеждает Франция. Правильно, с их 13-ю катерами. Сука, Гайджин, вы что, угораете над нами? Ах, да, вы же еще ввели CV-9035, которая была у шведов, по-моему, да? А еще Зифьюри, который был у британцев. И Зихов, который был у Германии, тоже был у британцев. В общем, господа, я подвожу вас к мысли, ради которой и делал это видео. Там, кстати, у шведов еще есть КВ-шка, которую изначально ждали за Советский Союз. И Израиль с их клонированным шестнарем и 62-кой, которые обозвали Тиран 6. Вы только подумайте, что пошло с игрой не так в игре про танки и самолеты. А именно, большая часть комьюнити играет все-таки в танки и в самолеты. Водят в мажорном патче 21 лодку, 12 самолетов и 10 танков. При этом сейчас я озвучил буквально весь патч и сколько интересных машин ты тут увидел. Но знаете, я бы не бомбил, если бы улитка одновременно с этими катерами в мажорном патче сказала бы «Ребят, вы же просили пару лет назад еще графику подтянуть. Вот у нас новая вода, трава. Мы переделали огонь, который вырывается из сопла самолета. Теперь это не та самая бомжатская двухсекундная анимация. А еще мы переделали карты, о которых вы так просили. И звук. Прикинь, ты теперь слышишь противника сзади, который подъехал неожиданно? При этом я же понимаю, что улитка таким образом лишь пытается продлить жизнь проекту. Но если она так за это переживает, то пусть сделает патч, который не будет предполагать добавление техники вообще. Посвятите его полностью боевому рейтингу. Переработайте там все таким образом, чтобы вообще никогда к этому уже не возвращаться. Ну или каких-то в исключительных случаях там детально где-то править БР. Или посвятите его графике, или посвятите его звуку. Ну и так далее. В общем, ребят, я не хочу поднимать лишний хейт в сторону улитки. Ей сейчас и так этого хватает. А я знаю точно, что их модеры смотрят и оценивают мои видео. Предлагаю следующее. Если вам мои предложения понравились, пишите комментарии, ставьте лайки. Либо предлагайте что-то еще, чтобы улитка это приняла во внимание. Я знаю, что улитка может сделать хорошо. Ну а пока что ждем и верим в ноябрьский патч. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok